В общем, вторая и третья декада, там в отдельные дни мы прогнозируем выпадение дождя. Температурный режим сильно колебаться не будет. Ночные температуры будут в пределах 5-11 градусов тепла, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 13-18. То есть выше 20 градусов пока мы не видим таких температур. Но то, что касается предварительного ориентировочного прогноза на май и летний период, то и температура, и количество осадков прогнозируются близким к норме. Май близкий к норме. Вот в мае месяце есть вероятность, что в отдельные дни, это первая половина мая, при затоках холодного воздуха, температура воздуха в северных и центральных районах может понижаться до отрицательных значений. Но в то же время мы ожидаем кратковременные дожди, грозы, не исключен и град. А температура воздуха в ночные часы 6-13 градусов тепла. В северных она может понижаться до 1-3, и в низких местах не исключены заморозки. Днем воздух будет прогреваться до 16-21 градусов. Ну и в отдельные дни, когда будет приток солнечной радиации больше, то воздух прогреется до 23-25 градусов. В мае, да? Да, это мае. Ну, скорее всего, что это вторая половина мая. В июне у нас... Но май не жаркий получается. Ну да, он близкий к норме, а норма по температуре, норма это 16,3, средняя норма. В июне у нас, как по прогнозу, ориентировочному осадки, температура около нормы. Мы ожидаем, что будут дожди. Температура воздуха, колебаний резких не будет. Ночные температуры будут в пределах 16-21 градуса. Ну и в отдельные дни, в отдельные ночи, возможно, понижение до 10 градусов. Это в северных, восточных районах. А дневная температура 23-29. Ну и вероятнее всего, что в третьей декаде температура воздуха будет прогреваться. И в отдельные дни она может составить 33-35. Но это только прогноз. И вот, возможно, что в третьей декаде июня там начнут уже на территории Ростовской области, это начиная с юго-восточных районов, возможно, засушливые условия. То есть суховее, почвенная засуха начнет уже развиваться. Но июль жаркий, осадка будет меньше нормы, по прогнозу. А температура близка к норме. В первой половине июня наиболее вероятны кратковременные дожди, грозы, шквалы. А вторая половина июля, это третья декада, где воздух будет прогреваться в дневные часы, где-то 33-38, вот в таких пределах. Ну и не исключено, что и выше могут быть в отдельных пунктах. Август по температурному режиму и по количеству осадков тоже прогнозируется близким к норме. Но здесь первая половина августа преимущественно будет жаркая и с небольшим выпадением осадков. Температура воздуха, максимальная температура воздуха, которая прогнозируется, это 32-36, в отдельные дни 38 и выше. Ну и сентябрь у нас прогнозируется жарким, но это по температуре воздуха. А по количеству осадков он близкий к норме. Значит, сентябрь у нас в отдельные дни кратковременные грозовые дожди, усиление ветра, не исключен град, шквалы, температура воздуха в ночные часы уже будет не выше 12-17 градусов в таких пределах. А дневная 24-30, но первая декада сентября может быть воздух прогреваться до 34 градусов. Ну, в третьей декаде сентября мы ожидаем понижение температуры воздуха в ночные часы до 5-10 градусов тепла. И ниже, и возможны заморозки. А дневная температура будет в пределах 13-18, ну, может быть, в южных районах повыше, где-то градусов 20-24. Но это всего лишь прогноз. Вот этот прогноз ориентировочный, он будет корректироваться ежемесячно. Продолжение следует...